Дорогие друзья, уважаемые телезрители, радиослушатели, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Ольга Степанова, Михаил Эверстов, а в нашей студии дорогой гость, натуралист Роман Шавлов. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я сегодня исключительно без шпаргалки, потому что мне не нужно читать какие-то длинные профстатусы гостя. И я так ограничилась одним вашим статусом, и наверняка этого достаточно, потому что вас очень хорошо знают в нашем городе, как человека, который на дружеской ноге с природой, с животными, который рассказывает, как лучше понять этот весь чудесный мир. Вы такой наш Николай Дроздов местного разлива. А вообще сегодня вы мне напомнили ещё Хемингуэя, вот в этом свитере, с этой бородой. Часто ли вас сравнивают с такими известными людьми, как вы относитесь сам к таким сравнениям? Спасибо за Хемингуэя, это отдельное спасибо, потому что это один из моих любимых авторов. Ох, как я попала, да? Да, это прям в точку попали. Так, конечно, сравнивают, но в основном художники. Так как я рисую анималистического жанра. Вы сам рисуете? Да, у меня же это всё-таки училище художественное. Да вы что, а я вот это про вас не знала, представляете? Я делаю рыбу в основном. Вот мы проводили в начале 90-х у нас выставка была в Сергиляхских огнях. Фиш, фиш, фиш. Там всё, что связано с рыбами было. И, надеюсь, ещё повторится когда-нибудь подобная тематическая выставка. То есть вы рисуете рыб? Да, я рисую, делаю барельефы, имитация барельефов. А это как? Это специальной шпаклёвкой такой. Делаешь специальные на гипсокартоне изображения рыб. Но это без всякого материала биологического, это просто не натурально. Да, да, это искусственно. И этими палочками тоненькими чешуйки, ребрышки показываешь. Но сподвигло на это отпечатки древние доисторические рыб, которые попадались в окаменелостях. И как-то хотелось сымитировать это сначала. А потом больше. И вот я, например, осетров люблю делать. Эти осетровые жучки, эти остренькие на теле. И вот, в принципе, получаются. Как ювелирная работа. Тогда, получается, рыбы – это те млекопитающие, которые у вас больше всего... Ну, рыбы не млекопитающие, это ошибка биологическая. Ну, они позвоночные. Хорошо. Буду знать. Ну, рыбы – это такая тема. Якутия без рыбы вообще трудно представить. Взять того же карася, например. Карась – это очень хорошо. Да, он для Якутии, я считаю, это, наверное, главная рыба. Ну, какой-то символ, наверное, да. Да, символ и кулинарный символ. И он спас в голодное время целый народ. Вот это мало кто про это знает. Ну, памятник же еще карасю стоял. Да, я считаю, это правильно. И надо побольше таких памятников. Стоял или еще стоит я вот что-то как-то... Ну, был точно. Вроде есть еще, да. Если нет, надо возобновить вернутые. Роман, я хочу начать наш разговор с того, чтобы вы немножко рассказали о том, как вы сам живете. Как живет натуралист Роман Шавлов сегодня. Из чего состоит ваша жизнь, чем вы занимаетесь и насколько успешно? Кроме того, что вот рисуете картины и делаете вот такие мульжи. Ну, живу коллекцией. Например, вот сейчас закончился очередной сезон у натуралистов-энтомологов, которые изучают вот насекомых. И многие друзья из центральных городов, из Москвы, Липецка, Бреста, Петербурга, приезжают в экспедицию для них же Якутия. Это как экзотика. Вот. И здесь очень много белых пятен. То есть совершенно неизученные целые хребты. Вот предыстория открытия, например, когда, как говорится, грянул гром, это когда на Момском хребте сразу несколько подвидов обнаружили новых. Вот, например, парусник Арбугаева. Да, это целая сенсация была. То есть бабочка арктический Аполлон совершенно нового подвида. Вот. И так как Герман Арбугаев, генеральный директор Чучур-Мурана, эколого-этнографического центра, он помогал энтомологам, они останавливались, приезжали, и вот они решили в его честь назвать эту бабочку с Момского хребта. И два года она считалась самой редкой, ну и до сих пор считается одной из самых редких вообще в мире, потому что у нее очень узкий ареал, южные склоны Момского хребта. Туда еще не всякий доедет, и погода не даст еще его поймать. Это много таких стечений обстоятельств должно возникнуть, чтобы поймать непосредственно такую бабочку. Это я просто предысторию рассказываю. А в прошлом году, в 1922 году, грянул гром уже в мою честь. На хребте Арготас поймали другой подвид арктического Аполлона, который отличается от Момского. Ну и так как занимается описанием Томский университет и Алтайский университет, в Барнауле, они описывают, вот как раз ведут трудную такую работу. Там и ДНК смотрят, и посылают образцы и в ЗИН, Зоологический институт Академии наук в Санкт-Петербурге. И некоторые образцы посылают в ЦРУБЕЖ коллегам-энтомологам для сравнения и для более точной установки все-таки вид это или подвид, или что-то еще. Это очень долго. И только в этом году вышла вот наконец-то статья, что действительно на хребте Арготас совершенно другой подвид. И получается, в Якутии сейчас три подвида. Один подвид Амосови с хребта Сунтар-Хаэта, которого Куршунов описал новосибирский ученый в конце 80-х годов. Это самый первый был. И вот два года подряд описывают Арбугаеве с Момского хребта и с хребта Арготас Шавлове. Вот вы сегодня принесли бабочку одну такую за стеклом, и фотографии бабочек, вот вид этот назван в честь вас, да? Да, это вот как раз я... Как раз последнее, о чем вы говорите, да? Да, это как раз вот самцы, такие беленькие, а это вот с красными точками самки, они серые, такие темные. А кто красивее, самцы или самки? У них как раз самки красивее, так все считают. Но у большинства бабочек, видов, самки красивее. Может быть, вот можно на камеру показать нашим зрителям, чтобы они увидели. Но слушателям придется просто на слух воспринимать, как выглядят эти бабочки. Да, это вот самки. Очень нежные, мне кажется, такие... Да, и очень они такие, я бы сказал, вредные. Почему? Не в прямом смысле вредные, они полезные. Трудно достаются ученым. Они любят склоны, такие осыпи из черного камня. Это вот окаменевший ил, оливролиты, да? И вот на этом иле как раз растет их единственное кормовое растение, хохлатка городкови. Есть такое растение, тоже, кстати, редкое. И вот гусеницы этой бабочки питаются как раз вот этой вот хохлаткой. А вот в честь вас назвали, у них тогда какое название? Ну, сейчас полное название по латыни. Парнасиус Арктикус Шавлови. Так интересно. Арктикус – это арктический Аполлон. А что вы почувствовали, что это для натуралиста, когда его именем называют вид насекомого? Ну, я этого вообще не ожидал, был ошарашен. Это прям радость лучше, чем какая-то награда? Или как это вас влияет? Да, это награда. Это вот с института, ну, за какие-то, видать, мои. Это как в честь тебя назвали звезду, да? Да, совершенно верно. Так получается, вы где-то же на всё время, ну, как лошадь Пржевальского. Тут, говорят, сейчас найдут кого-нибудь. Я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Вы можете звонить, присоединяться к нашей беседе. Перед эфиром я Романа спросила о том, кому же будет интересен наш эфир и какова его цель. Роман сказал, что не только натуралистам, биологам, но и обычным людям, потому что мы, в общем-то, будем говорить о том, как общаться с природой, как всё-таки относиться к животным. И вы этому и учите, наверное, всю свою жизнь, потому что вы ведь ещё работаете специалистом в Артодойду. Расскажите немножко о том, как поживает сегодня наш зоопарк, и после того стихийного бедствия, которое пережил наш зоопарк летом, остановился ли он, какие виды животных на сегодня самые популярные, может быть, или самые ценные, как правильно сказать, которых важно, и всё-таки нужно прийти и посмотреть, и почему. Ну, мы тесно сотрудничаем с зоопарком, Артодойду, конечно. Так вот непосредственно я там не работаю, так, чтобы ходить с утра до вечера на работу, хотя очень бы хотелось. Для обывателя, конечно, интересны какие-то крупные животные, типа белых медведей, тигров. А это всё есть же? Да, это всё есть, там тигрица, правда, одинокая, потому что специальная комиссия по тиграм, она следит, чтобы не было близкородственного разведения. Они выбирают, у каких пар тигров может быть в зоопарках свадьба, вот, чтобы тигрята были нормальные. А как животные одиночества переносят, которые без пары? Ну, с человеческими мерками, конечно, к этому не надо подходить. А, с какими надо? У животных всё по-другому в большинстве случаев. Ну как, переносит. Я бы не сказал, что она страдает. Не страдает. Нет. Я просто недавно узнала, что даже домашних животных рекомендуют брать не в единственном числе, а там, допустим, двух котов, да, там, или кота и кошку, там, ну, соответственно, чтобы они прошли стерилизацию, да, кастрацию. Потому что так им веселее. Как вы относитесь к такому мнению? Ну, я противник кастрации. Должно быть всё естественно, как природа придумала, так и должно оставаться. Вот. И так как у меня дома сейчас шесть кошек, две кошки и четыре кота. И зов природы, как вы это всё тогда контролируете? Да, и это... Ещё собачка с ними. Она вроде как их тётушка, собака. На каштанку похожая. Хотя назвал я её Джуди в честь обезьяны. Когда-то в конце каждой передачи «В мире животных» показывали американский фильм про обезьяну-шимпанзе. И вот там всякие приключения она придумывала. Её звали Джуди. Вот я в память об этой Джуди, она такая же чёрная и такая же хитрая, вот, назвал. И вот кошка, которую мне подарили, она принесла котят. Это мы с внучкой решили, чтобы у этой кошки котята были. Нашли кота, привезли. У них была свадьба, всё нормально. Но мы не смогли раздать этих котят. И вот эти котята выросли в прекрасных четверых котов. Одного зовут Мафаня, потому что он вечно взъерошенный какой-то. Другого зовут Борман, потому что кушать любит, мягко говоря, больше, чем другие. И Милунчик, ну, это сокращенно от Ален, в честь Алена Дилон. Он такой же стройный, такой же смазливенький, противненький. Вот. Все разные. Все разные. Ну и самый маленький, это цыган мне принёс. Ему сломали дверью хвост, и у него кривой хвост. Я его за это Зюзик назвал. Он самый маленький. Он к этим, да, он котиком оказался. И Зюзика я ещё Махмудик называю. Потому что он какие-то у него такие смело бросается. В три раза меньше моих котов, но он с ними бросается за кусок мяса в такие откровенные бои, получает, отлетает, лапы, они там его двинут, он отлетает, всё равно очень смело в бой бросается. Вот. Ну, интересный такой. У вас дома так много животных, наверное, вот вы так, как бы, компенсируете то, что вы не так часто можете выйти из дома, да, в связи с состоянием здоровья. Да, к сожалению, с костылём я больше страдаю, то, что я не могу нормально ходить за грибами. Потому что грибная тема для меня, она очень... Опять же, и с лесом пообщаться, да, побыть в тишине, это так всем нужно, я думаю. Да, поэтому это большая проблема. А если мы вернёмся к Арто-Дайду, то как бы вы видели зоопарк, вот чтобы как-то сделать его лучше, что ли? Мы вот перед эфиром разговаривали, да, что, например, из того, что я запомнила из нашего разговора, что было бы хорошо, чтобы туда ходил целенаправленно маршрут автобуса, да, то есть конкретно автовокзал, Арто-Дайду, Арто-Дайду, автовокзал. То есть чётко был вот этот маршрут до зоопарка. Это идеальный вариант был бы, чтобы приезжал специализированный автобус, даже с какой-то рекламой на борту этого автобуса, чтобы было видно, что это зоопарковский автобус, и он везёт специализированно. И чтобы людям было удобно туда приезжать и уезжать. Людям, и вы ещё сказали, что было бы классно, чтобы туда приезжали школьники, то есть чтобы это были такие уже организованные экскурсии, где приезжают дети, и там их встречает экскурсовод и водит по зоопарку. Потому что на сегодняшний день ты просто приезжаешь самостоятельно, ходишь, и просто читаешь то, что есть какая-то информация короткая о животных, и смотришь на них. Да, если, например, с Покровска, с Октёмцев, которые рядом школы, рядом с зоопарком, туда привозят детей классы на разные экскурсии, а с города-то не возят, а вот надо с города организовать целые потоки. Ну, я не имею в виду школами, но хотя бы классами. И там проведут хорошую, правильную экскурсию, потому что лучше, чем специалист зоопарка, мало кто расскажет в правильном ключе о проблемах, которые с тем или иным видом животного, вот, например, с тем же тигром. Почему их надо охранять, почему они такие вот полосатые, если там... Ну, то есть много интересного. Ну, и о том, как это животное попало в зоопарк, какую-то вот историю, тоже же интересно. О том, как правильно кормить животное, посмотреть экскурсовод, чтобы не было там каких-то, ну, таких самовольных каких-то поступков. Вы, как специалист зоопарка, вот вы наблюдаете, например, реакции такие, кто-то приходит и жалеет животных, и жалко, что вот они там сидят в клетках, они в неволе, в несвободе. Кто-то, наоборот, этого не замечает и просто вот в восторге. Какую реакцию чаще всего наблюдали? Может быть, какую-то, я не назвала. Ну, самая естественная и правильная реакция – это у детей. А какая она? Их не обманывается. Она положительная. А вот люди уже, которые постарше, они начинают придумывать всякие с их точки зрения… Судьбу несчастную. Да, что они там в тюрьме сидят, что там, допустим, вот они линяют, а линька – это естественный процесс идет, и животное неряшливо выглядит. Ну, например, вот есть овцебык, да? Ну, попробуйте, к нему же невозможно подойти. Это очень агрессивное животное. Оно просто поднимет на рога и все. То есть его нельзя прочесать, как, допустим, собак вот вычесывают, да? Тоже хуже, чем тигр или лев такое животное? Конечно, опаснее. Они очень агрессивные. И, к сожалению, в других зоопарках были такие случаи, когда они просто вспарывали живот, а рог у него очень острый, овцебык, а это такие животные, с которыми… Такого опасно держать в зоопарке, пусть уж лучше бегает где-нибудь. Ну, в зоопарке все животные опасные. И медведь опасный, и тигр. Не опасных нету. Ну, обезьянки они вроде бы не очень опасные. От обезьянок очень много травмируют людям конечности. Если вот не будет слишком быстро разжимать пальцы, которые держат орех, допустим, ну, какое-то лакомство, то она просто кусает, а зубы и клыки у обезьян… Это очень… Кстати, обезьян в зоопарке нету. Во рто дойду. А надо бы… Они есть в контактном, по-моему, зоопарке. Ну, контактный – это совсем другое. Это все-таки там другие задачи. А как вы относитесь к контактным зоопаркам? Ну, не сказать, чтобы хорошо. Почему? Ну, у них основная цель – это деньги собирать. Бизнес-проекты, думаете, такие? Да, бизнес-проект, там о животных. Мы через 4 минуты вернемся в прямой эфир. Дорогие зрители и слушатели, не теряйте нас. Скоро мы продолжим и будем говорить о животных, о природе вместе с натуралистом Романом Шавловым. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем в нашей студии натуралист Роман Шавлов. И мы говорим о мире животных, о природе, о том, как с этим взаимодействовать, как это любить, как к этому относиться бережно, ко всему богатству. Роман, вообще вы производите впечатление человека очень доброго, просто вот максимально доброго, который вообще как будто бы и злиться не умеет. Вы на самом деле такой, и это потому, что вы чаще общаетесь больше с животными, как-то вот в окружении вашем их больше или чаще они, чем с людьми, или какая-то другая причина, если я правильно вот так вот вас характеризую. Ну, спасибо, конечно, за такое сравнение. У меня внучка спрашивает, говорит, зачем ты с котами разговариваешь? Они что, тебя понимают? Конечно. Я говорю, ну ты же уехала, а кому мне рассказывать истории и сказки? Ну, они действительно меня слушают. Это я просто с ними разговариваю. А я уверена, что коты понимают. И они, да, у них такие глаза, эти янтарные, такой глубины, и действительно с котами как-то. Ну, это такая отдельная тема. Я считаю, что посвятить кошкам, ну, когда-нибудь в каком-то будущем надо отдельную передачу всё-таки. В каких-то же странах они священные животные? Да, да. Ну, они из Древнего Египта священные животные. Ну, вот, это же не просто так. И красота и грация кошки самой, если так визуально, как художнику, допустим, подходить к этому вопросу, она совершенна. Это правда. Так же, как вот совершенство у лошади тоже неоспоримо, так и у кошек. Да, вообще животное прекрасное. Пантера какая, да, шикарная. Там тигрицы, львы, все красивые. Да, все красивые. Насчёт священности животных. Сегодня вы принесли тоже представителей священного вида. Расскажите, пожалуйста, о них, а то они у нас стоят. Да, это часть моей коллекции жуков. Вот сейчас я покажу. Это священный жук-скоробей. Чтобы зрители увидели, можно вот прямо вот сюда поставить, где наши бабочки стоят. Или вот на камеру, да? Вот крупный, это как раз египетский скоробей из Северной Африки. А вот эти вот совсем крохотные, это из пустыни Козелкомы. Тоже такие крохотные скоробеи. Но это всё вот жуки. А почему они священные? Ну, это с древнего Египта священные. Вот этот шарик навоза, который они катали, они же для продолжения рода. Да, вот так, наверное, если вот так прямо поставить. Так видно? Вот сюда, может быть, лучше. Вот так. Вот так, наверное, да, режиссёр покажет. Очень красивые они. Да, это вот уникальный подарок. Вы сегодня говорили про бабочку, да? Мы показали вот ту, которую назвали в честь вашего, в честь вас. А вот которая за стеклом, вы ничего про неё не сказали. Это что за... А это одна из самых крупных в мире. Это большой дубовый шелкопряд. Он в Китае водится. В дикой природе. Но их научили сейчас разводить искусственно. И получают куколки. И из куколок потом вот такие вот красавцы вылупляются. Это вот я просто показать, насколько вот они крупные и красивые. Вот. Ну, тропические бабочки, конечно, они неоспоримы в своей яркости и красоте. Хотя вот я собираю, например, бабочек в своей коллекции. Бабочек полиарктики. А полиарктика – это вся территория нашей России с захватом среднеазиатских республик. Ваша коллекция бабочек у вас дома или её где-то? Да, дом. А сколько у вас всего? Не считали? Ну, всего я не считал. Ну, несколько тысяч это точно есть. Так много. Да. Ничего себе. Помогают друзья, энтомологи. Вот они из разных городов. А её никто не видит тогда, раз она у вас дома, вот эту коллекцию? Это вот для себя просто личная коллекция? Личная коллекция, да. Но надеюсь где-нибудь когда-нибудь выставить для интересующихся. А так мы, конечно, обмениваемся. Вот сейчас сезон закончился. И сейчас вот всю зиму мы будем расправлять этих бабочек в специальные коробочки. Вот этим занимаются натуралисты зимой, да? Ну да. В зимнее время. Я сегодня, вот как раз когда мы за эфиром общались, перед эфиром, я узнала, что зимой, оказывается, и зоопарк работает, арту дойду. Я не знала. Я думала, это только летний, весенний, осенний период какой-то и всё. Не-не-не, работает, конечно. И животные-то они... Ну, даже если медведь спит в берлоге, всё равно надо контролировать других животных там. Ну, там же открытые клетки, там, наверное, и холодновато для животных или нормально? Ну, хоть и искусственные условия создают люди для многих, там, какие-то утеплённые сараи, но всё равно здесь подобран ряд видов, которые соответствуют погоде Якутии. И этот вопрос, кстати, очень сложный, потому что, например, мы давно советуем... Животные-то выдержат, а люди могут не выдержать, да? Так долго ходить. Да, вряд ли в мороз 40 градусов кто-то будет ходить по открытой территории, особенно с детьми. А зачем он тогда работает зимой в музее? Надо строить закрытые павильоны. Люди пришли, аккуратно повешали свои шубы в гардеробе, на вешалке, и ходят в закрытом помещении. И там уже вот вся фантастика с животными. Ну, это как в контактном зоопарке тогда получается, который вы не очень любите? Ну, контактные зоопарки, да, у них основная цель, к сожалению, в разных городах одна, это только заработать деньги. Они не занимаются такой деятельностью, как основной девиз зоопарков, это сохранение редких видов. И генетическая, подбор генетической чистоты. Может, у них просто цели другие? Потому что я вот знаю, что наши контактные зоопарки туда приносят животных, даже вот находят, да, каких-то раненых. Они их выхаживают, потом отпускают на волю. И, в общем-то, там, ну, и суммы такие символические, там можно еду купить, этот стаканчик, там, сколько, не знаю, там, какую-то совсем условную цену. И вот покормить животных для детей. Дети там вообще в восторге. Есть, конечно, для детей это надо. Дети обязательно должны иметь в доступе таких животных, как котенок, кролик, морская свинка, которых можно тискать. Вот, кстати, про животных и доступность, да, вот, чтобы у них был домашний питомец. Перед эфиром у меня спрашивали потенциальные наши слушатели и зрители от вас попросить совет. Вот, когда ребёнок просит у родителей животное взять, да, себе кошечку или собачку, но бывает так, что либо аллергия, либо ещё какие-то там условия домашние не позволяют. Как из этой ситуации экологично выйти, чтобы и не ранить ребёнка, и вот это вот его желание совсем там на корню не погасить? Потому что желание это хорошее, он хочет вот этого тепла, хочет и ухаживать, и заботиться. Да, надо, в этом вопросе надо идти навстречу ребёнку обязательно. Если какая-то аллергия, надо просто подбирать такое животное, которое, ну, не даёт этой аллергической реакции. Вот, есть, например, можно террариумы завести, сейчас масса таких неагрессивных террариумных животных, например, эублюфары, такие гекконы есть с толстым хвостиком. Сейчас всяких разных цветовых вариаций их уже наплодили, и, наверное, скоро уже дарить будут просто так. Вот, если ребёнок будет ухаживать за ними, это будет нормально для него. Вот. То есть немножко его переористировали? Единственное, что родители должны быть готовы, естественно, они будут ухаживать первое время за этим животным, потому что у ребёнка ещё нет таких знаний, но они должны это понимать. Вот я считаю, что каждому ребёнку обязательно надо кошку-собаку, и в каждой семье, чтобы аквариум был. А с какого возраста? Потому что дети маленькие, они же не могут рассчитать свою силу, и нередко там случаи, когда они там слишком хватают того же котёнка или собаку мучают. Ну да, с двух лет, с двух лет обычно. С двух лет уже можно? Да. С двух лет они могут хорошо так-то схватить и рассчитать? Объяснять. Тут, конечно, это работа уже родительская, то это в детском садике не во всяком научат. Тут надо... Ну для этого и существуют специалисты, которые могут правильно всё это подсказать. По крайней мере, в зоопарке, которые работают. Ну и в зоопарке есть, да, такие специалисты, которые могут, по крайней мере, правильный совет дать. Смотрите, вот тогда контактный зоопарк может быть очень хорошая вещь. Там же можно животное потрогать, и там вот как раз специалист будет рассказывать, что вот так вот это хорошо потрогать, а там хватать нельзя, бежать нельзя, или там небезопасно это сделать. Ну да, если, допустим, некоторые ящерицы, если за хвост схватить, этот хвост сразу и оторвётся. Ну и укусить же там какое-то животное может. Укусить может, и есть такие кролики, которые поцарапать и укусить могут, и свинки кусаются, морские бывают. Мне вот, я из той категории зрителей, да, я не так часто прихожу в зоопарки, и когда я бываю, вот я как раз из той категории, мне всё время их жалко, этих животных. Вот ничего с собой поделать не могу, цирк вообще поэтому вот не люблю. Мне постоянно кажется, что они мучаются. Что со мной не так? Ну это сложный, конечно, вопрос, но животным там хорошо. Про дельфинов вот сколько тоже пишут, что тоже это вот, ну прям, им они в неволе вот в этой томятся, это такие свободолюбивые. Ну это всё-таки лучше, чем китобойная флотилия, где их на мясо разделывают. Вот, например, Норвегия и Япония, это две страны, которые не подписывают, они до сих пор, у них китобойные эти суда, есть они и дельфинов на мясо, и китов у некоторых видов убивают. Ну и когда транспортируют животных из одного города в другой, там, это же тоже всё очень для них тяжело. Ну там про дельфинов, например, тоже. Ну я вот как-то почему-то всегда мне вот жалко, я не так часто по этому бываю. А в детстве я не помню. Гораздо хуже, когда люди чего-то хотят, вот чтобы животные там чуть ли у них на цыпочках не танцевали, вот придут, допустим, в террариум, да, змея лежит, просто лежит, отдыхает, никто не знает, даже специалист не знает, спит она или просто отдыхает, лежит, переваривает свою добычу, да. А ему надо обязательно или монеткой, или ключиками по стеклу постучать. Он хочет что-то этакое увидеть от этой змеи, да. Вот это самый такой неприятный типаж. Кстати, да, вот я хотела спросить, что какие у вас пожелания к тем людям, которые приходят вот в зоопарк, конкретно во рто дойду, как правильно себя вести, и вот не нарушать какие-то законы, и не раздражать животных? Ну вот одно из условий вы уже сказали. Ну, во-первых, таким людям надо просто чаще ходить в зоопарк, не просто вот отметочку себе, галочку поставить, что он, да, вот он увидел, как выглядит лесной бизон, и всё, ему больше не надо. Он на всю жизнь запомнил, как он выглядит, и ему до лампочки уже судьба этого бизона. А надо ходить и наблюдать за животными. Как они кушают, как они друг с другом взаимодействуют, как детёныши играют, то есть это процесс не одного посещения зоопарка, тем более... Как в музее у картины, да? Не надо всё пробежать по залу, у какой-то одной постоять. Конечно, надо внимательно просто ходить и в разные дни, в разное время, суток приходить, потому что одни животные под утро выходят и какую-то активную деятельность ведут, другие, ну, неприятно же, вот привели далеко ехать, да, 50 километров от города, приехали на машинах, идут, а видят, только лапа торчит из-за какого-нибудь бугорка, лапа медведя, да, а самого его не видно, и все разочарованные уходят. И вину ставят, они такие, ну, черти что, там, это типа в клетке, и медведя не увидели, одна лапа там торчала, это самое. А они хотели, как в цирке, чтобы они там чуть ли с ними не разговаривали. Вот не надо потребительски просто подходить к этому вопросу. А надо было просто посидеть и рядом, да, там, возле клетки постоять? Конечно, походить надо, но и с точки зрения зоопарка должно отношение к клиентам, тоже надо выстраивать как-то удобную логистику вот этих вот хождений, чтобы он не утомительно, ему было большую территорию обойти, там, всех осмотреть, а какие-то вот удобные скамеечки, удобные спуски, ступеньки, это же все взаимосвязано. Ну да. Много и пожилых, вот, например, дедушки и бабушки с внуками ходят, внуки-то у них энергии много, шоколадку съедят, и они носятся по зоопарку, и их не догонишь, а пожилым-то это тяжело. Поэтому вот, например, нехватка скамеечек, это тоже большой вопрос. Или какие-то тележки, как наподобие, как в Юго-Восточной Азии, вот эти тележки люди катали типа велосипедов. Забыл, как они называются-то эти. Ну, я не подскажу. Роман, спасибо большое. У меня такой последний, наверное, вопрос остался. Мы выходим в преддверии Дня Учителя, вот, уже в это воскресенье праздник. Может быть, вы скажете несколько слов о своих учителях, которые вас научили любить вот этот животный мир, понимать его, изучать его, узнавать и саму природу. Были ли такие люди, и с какого момента начался вот этот вот процесс у вас, такого отношения к этому миру? Ну, конечно, были люди. Ну, главный мой учитель, это всё-таки мой отец. Вот сколько мы с ним всё детство мы ходили по рыбалкам, и пока мы идём до реки... Вот откуда рыбы? Да, откуда и рыбы, и вообще отношения к природе. Когда дамбу проходишь, нашу дамбу на 202-м, тогда ещё 202-го и поминей не было. Вот, и смотрели, как овсянка-дубровник поёт рано утром. Мы вставали очень рано на рыбалку, когда шли. Он на меня вешал рюкзак, я там тащил эти всякие... Снасти. Снасти. Вот, но я помню, как возле костра сидишь, и донки эти с колокольчиками, это такие процессы приятные, всю эту дикую природу видишь, даже рядом с городом, это всё основные, вот азы-то тогда заложены были. И про каждую рыбу, конечно, которую ловили, он рассказывал. Ну, и, конечно, книги. А авторов, слава богу, хватает хороших. У нас и мамин Сибиряк, и Пришвин, и, конечно, Джиральд Даров. Одна книга даже вам подсказала прозвище для вашего любимого питомца, одного из первых. Расскажите этот эпизод. Вы тоже же с папой его спасли. Да. Только это не в Якутске было. Это, ну, в Якутске, это с дедом мы котёнка спасли, и у него чёрный кончик хвоста был. Назвали Митькой в честь горностая. Я читал книжку про горностая Митьку. У какого-то охотника в зимовье он жил. И меня эта так история взволновала. Всё-таки это дикое животное. Как это было тогда? Ну, я только в первый класс пошёл. Первого класса. Семь деда. А это в Курской области было, там, где вся наша родня бабушек, и это, ну, по маминой линии. Вот. А к первому сентября надо было возвращаться сюда, в Якутск. И для меня был полная неожиданность и удар. Сказали, что Митьку не берём. Из этого котёнка спасли. Я два года, ну, почти не разговаривал с мамой из-за этого. Конечно, сильная такая травма для ребёнка. Это травма была. Я ревел весь самолёт. И до сих пор вы помните. Летел. Вот, да. И ещё помню, они мне всё время вспоминали, как я посмотрел фильм «Тропой бескорастной любви» про рысь. Кунака, кто помнит. Вот, когда там браконьеры зарезали лайку, я тоже проплакал полночи. Да, нужно внимательным быть, да, конечно, к чувствам ребёнка. И то, что взрослым, может быть, кажется, не так это так глобально, не так это страшно для ребёнка, это трагедия. Роман, большое вам спасибо, что вы сегодня пришли, рассказали и показали столько много интересного. Я надеюсь, что слушателям и зрителям была полезна наша беседа. Всех благодарю за внимание. Желаю хорошего вечера. Оставайтесь на нашей волне. До свидания.